1944-го союзники добились значительного успеха в Европе, освободив большую часть Франции, Бельгии и Голландии, дойдя почти до самых берегов Рейна. Во многом своими успехами они обязаны русским, уничтожившим зимой 1943-го под Сталинградом немало лучших танковых дивизий Германии. На Восточном фронте русские вытеснили немцев с большей части территории России и Польши и скоро подойдут к Одеру, пограничной реке Германии. Положение Германии стало отчаянным. Бомбардировки союзников разрушили до основания много крупных городов Германии. Военная авиация Германии, Люфтваффе, была лишь тенью той могущественной силы, которая наводила ужас на врагов в начале войны и мало что могла сделать для прекращения бомбардировок и сопротивления армиям союзников. Военно-морской флот Германии Крикс-Марин был практически потоплен, его подводные лодки уничтожены, а моряки выдавлены в армию. Однако враг не собирался сдаваться. Не в силах остановить союзников, Гитлер уповал на оружие возмездия, ракеты Фау-1, а потом и Фау-2. Эти снаряды, несмотря на свое техническое совершенство по меркам военного времени, были слишком неточными, чтобы поражать военные цели. Поэтому они использовались для запугивания Лондона. Джентльмены, нам уже приходилось встречаться с этой дрянью. Так что вы и без меня знаете, что делать. Прошу прощения. Двигайтесь быстро. Прикрывайте своих товарищей, не мешкайте, и ради бога не останавливайтесь, пока мы не доберемся... Двигайтесь быстро. Берегите своих! Берегите, ребята! Не останавливайтесь! Трепа подтянуться! Ура! Вперед! Укрытие! Вперед! Вахин, этот бункер твой! Вперед! Быстро! Вперед! Огневая поддержка! Группа! Огневая точка в этом пункте! Давай, давай! Шевелитесь! Вперед! Вперед! Что Young например! Вперед! Эзди! Вперед! Вперед! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...